Приветствую всех обитателей зоны. За микрофоном Эсид. И это второй выпуск вопросов разработчикам. Сегодня вы узнаете. Причины нестабильного пинга. Почему так долго возвращают вещи? Что из себя представляет Бартер? Планируются ли новые глобальные события? Появятся ли новые данжи с новыми наградами? Появятся ли новые заражения и аномалии? И ответы на другие небольшие вопросы. Поехали. Начнем с самого главного вопроса этих недель. Причины нестабильного пинга. Причинами нестабильного пинга были проблемы на международных мегистралях. На данный момент эти проблемы исправлены. Лагов, которые зависят от разработчиков, должно стать гораздо меньше. Если же у вас также продолжает нестабильно работать игра, советую вам проверить ваше интернет-соединение. Даже с хорошими показателями пинга, отдачи и приема, стабильность такого интернета может хромать. Идем дальше. Почему так долго возвращают утерянные вещи? Возврат вещей является трудоемким процессом, и сейчас проверить логи каждого игрока крайне время затратно. Для упрощения этой задачи Фолкин в данный момент делает несколько утилит, которые должны будут ускорить работу. Что касается долгого рассмотрения или игнорирования тикетов, разработчики сказали, что все это должно было уйти в прошлое. Сейчас техподдержкой заведует новый глава. И о закрытых ранее, и при этом нерассмотренных тикетах он может и не знать. Поэтому если у вас есть старые заявки, советуем вам заново поднять эту тему на сайте техподдержки или в сообщениях официальной группы ВКонтакте. Их обязательно рассмотрят. Только не стоит заваливать почту банальными или глупыми вопросами. Грамотно составляйте свое обращение. Люди из техподдержки не могут читать ваши мысли, чтобы понять, что у вас произошло. Переходим к следующему вопросу. Что из себя представляет бартер? Это своего рода обмен определенных предметов на снаряжение. Во время его выхода будет выпущен видеообзор, который будет объяснять принцип работы этой механики. Сейчас же известно, что предметы, нужные для бартера, можно будет приобретать у торговцев или находить их в тайниках, а также получать с квестов или захватов. Новые предметы будут рассчитаны на поздние этапы игры, поэтому получить их, будучи новичком, будет проблематично. Следующий вопрос. Планируются ли новые глобальные события по типу выброса? Такие события есть в планах. Одно из таких будет происходить на северных локациях, но что конкретно оно будет из себя представлять, пока неизвестно. Также разработчики сказали, что будут случайные ивенты, которые будут появляться в мире без использования сканеров. Идем дальше. Появятся ли новые данжи с уникальными наградами? Разработчики отвечают, что таковым должен будет стать варп, и он должен стать одним из самых сложнейших данжей. Так как попасть в него можно будет только с помощью пузыря, который рандомно появляется в сигналах. О награде за этот данж разработчики умолчали, но это явно будет что-то отстоящее всех усилий. Что же касается регулярных данжей по типу крысолова, пространственного пузыря или тоннеля, то подобных им пока не планируется. Переходим к следующему вопросу. Появятся ли новые заражения и аномалии? Сейчас ведется работа над крупным обновлением, по особенностям локаций. Разработчики хотят, чтобы игроки увидели на северных локациях уникальный геймплей и множество интересных фич, в числе которых будут новые аномалии и, соответственно, новые артефакты. Ну а теперь перейдем к остальным вопросам, на которые можно дать простые ответы. Что будут делать со старыми жетонами? Оставшиеся жетоны – это ошибка, в скором времени их сконвертируют. Будут ли возвращены в общий доступ P90 и Spas12? Возможно, будут возвращены, либо их аналоги. Появятся ли новые сигналы? Да, появятся. Добавят ли пиво? Да, добавят. Будут ли повышать характеристики научных костюмов? Будут, вместе с крупным ребалансом бронекостюмов. Будет ли возвращен шмот, купленный за столбаксы, если будет вайп? Скорее, потраченные на эти вещи – СБ. Будет ли возможность создать не боевой, а торговый клан? Нет. Появится ли выбор уровня сложности данжа при входе? Нет. Появится ли что-то вроде ремесла, специализации каждого игрока? На стадии обсуждений. Появится ли не донатный аналог альбатроса лазутчика? Нет, не появится. Это все интересные вопросы, что нам удалось собрать за последние две недели. Также хотелось бы напомнить, что все свои вопросы вы можете оставлять в обсуждениях в фангруппе ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ну а я с вами прощаюсь, до следующего выпуска.